Беженцы из Сирии учат русский язык. Речь идет об этнических армянах, которые сейчас оказались на исторической родине. Таковых, по данным Министерства диаспоры, в Армении уже 16 тысяч человек. Четверть из них въехала в страну с начала года. Зачем они изучают новый для себя язык, выясняла наш СОПКОР Лаура Жусубекова. Крепко прижимая к груди, близняшек беженка из Сирии и сыра Шагинян едва сдерживают слезы. Позади стабильность, материальный достаток. На этих фотографиях веселые праздники. Сегодня вместо большого и уютного дома семья из четырех человек витится на 15 квадратных метрах, в однокомнатные без отопления и с ветхой мебелью. Однако эти трудности для сыры ничто по сравнению с тем горем, которое они пережили в Алеппо. Мы до последнего не хотели уезжать, даже когда был разрушен и разграблен наш дом. Четыре года жили в страхе, в аду. Все вокруг горело и взрывалось. Моего отца брали в плен террорист, и он чудом остался жив. Однажды наша машина попала под обстрел, и в тот момент я везла детей. Тогда мы решили, что все, дальше ждать нельзя. Мы спасали детей. Когда мы убегали, видели сотни раненых и убитых. Страшно. Мир и безопасность – главные ценности, говорит Сера. Ее супруг уже устроился на работу. Сера планирует продолжить карьеру учителя. Но прежде ей самой нужно получить новые знания. Два раза в неделю она ходит на курсы русского языка. Это мальчик, это девочка. Это мальчик стоит. В группе девять человек. Многие приехали больше двух лет назад, уже освоились на новом месте и даже открыли бизнес. Помимо армянского знают арабский, турецкий, английский языки. За четыре урока к их багажу знаний добавилось 60 русских слов. Аист вез из магазина на свои карьерские грузы ананасы, апельсины, априкосы и арбузы. Программа предельно упрощенная. Задача наша заключается в том, чтобы научить приехавших из Сирии армян разговорному русскому языку. Я их познакомила с прописными, с печатными буквами. Они нарисовали эти буквы, перевели на армянский язык. Потом уже начали постепенно запоминать их и читать. Нам нужны новые знания, потому что здесь мы будем жить. Мы никуда больше не уедем отсюда. Ученик, он пишет... Чем? Ручкой. 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 Где пидо? Ручкой. Где? В тетради. В тетради. Да. Урок идет два часа, без перемен. Учитель Жасмина Рутюнян требует от слушателей курса внимательности и усердия. Ведь через три месяца каждый учащийся должен будет сдать экзамен. Мы первые учились в сети. Лаура Жасубекова, Аванеса Копян, 24КЗ, Ереван.